Итак, приступаем к работе сессии, уважаемые депутаты. Начнем с шести дачных маршрутов. Их судьба была неясна. Стартуют они из Уан-Удэ и едут в сельскую местность. Кто за них все-таки отвечает? Город или республика? Бюрократия могла и вовсе упразднить маршруты. Мы еще и в позапрошлом году первый раз собирались, когда возникла такая гроза в марте прошлого года, уже с Рострадсанзором. Было у нас временное решение о сохранении дачных маршрутов. Теперь это уже постоянно переданные полномочия. И теперь дачники наши могут быть спокойны. Теперь за организацию и работу шести дачных маршрутов отвечает город. Ключевые направления между Уан-Удэ и Заиграевским, Тарбогатайским и Иволгинским районами сохранят свою работу. Курсировать они будут с мая по сентябрь. Всего за этот сезон дачные маршруты перевезли более полумиллиона человек. Бюджет Уан-Удэ остается дефицитным, но социально ориентированным. Порядка 70% расходов уйдут на образование, культуру и спорт. Депутаты Гурсовета в первом чтении приняли бюджет на 2024 год, а также предварительный на 2025 и 2026. Общий объем доходов на 2024 год предусмотрен в объеме 21,1 миллиард рублей. На 2025 год 14,3 миллиарда. И на 2026 год 6,6 миллиардов рублей. Общий объем расходов на 2024 год составляет 21,4 миллиарда. В 2025 14,3 миллиарда. И в 2026 году 6,6 миллиардов рублей. Скромная сумма в 6,6 миллиардов рублей в 2026 году основана только на местных доходах без учета поступлений из республиканской казны. Внесли коррективы и в бюджет 2023 года. Доходная часть у нас увеличилась на 2 миллиарда 273 миллиона рублей. Из них, соответственно, безвозмездное поступление у нас 1,9 миллиарда. И поступление, соответственно, собственных доходов, это налоговые и неналоговые доходы в размере 369 миллионов. Из почти 2 новых миллиардов 343 миллиона уйдет на переселение людей из ветхого жилья. 300 на модернизацию коммунальной инфраструктуры. 213 миллионов уйдут на проектирование туристического кода центра столицы. Еще 77 миллионов на новые корпуса в спортивном лагере «Старт». Сегодня мы работали в усеченном составе, и 23 депутата у нас осталось. 7 депутатов мы отпустили уже на ухалжи. И в таком составе будем дальше продолжать до сентября следующего года проводить работу. До конца этого года выполнят 262 наказа избирателей, в следующем – 346. Ежегодно на это выделяют 120 миллионов рублей. По 4 на каждый избирательный округ. Второе чтение по бюджету пройдет в декабре после ноябрьской сессии народного хурала. Дорож Себеданов, Артур Зержевич, телекомпания АТВ.